Бессонница является наиболее частым расстройством сна в мире. До третья населения Земли жалуются на проблемы с засыпанием. У многих бессонница носит хронический характер. Но у бессонницы есть много различных форм. Одни просыпаются несколько раз за ночь, другие безвидимые причины не могут заснуть до рассвета, спят урывками или просыпаются задолго до звонка будильника. Так вот, из-за чего нарушается ваш сон? Основными виновниками возникновения бессонницы являются стрессы, хроническое переутомление, депрессия. Конечно, у каждого человека на проявление бессонницы есть свои причины. И у вас есть возможность обратиться ко мне по скайпу, разберем вашу ситуацию, дам конкретные рекомендации. Но все же есть общие рекомендации, о которых мы поговорим в этом фильме тренинги. Также вы сможете приобрести большой комплекс занятий по предупреждению и избавлению от бессонницы. Чтобы избавиться от бессонницы, для начала нужно наладить ритм жизни. Мы подчинены биологическим часам. Перестать трудиться, как загнанная лошадь, регулярно отдыхать и соблюдать дневной режим. Про дневной режим мы поговорим довольно подробно. И это поможет распределить ваши силы и время. И вы будете успевать больше. Научиться разрешать проблемы, избегать кризисов, создавать достойное настроение. Одно из условий сохранения и укрепления вашего здоровья научно обоснованный, неукоснимо соблюдаемый порядок труда, отдыха, сна, питания. Одним словом, правильный режим с учетом биоритмов. И тогда можно выработать динамический стереотип. Вот такую систему условных рефлексов, которые будут согласованы с вашим суточным ритмом и помогать вам качественно жить. Вот в результате длительного следования вот этому определенному распорядку дня эта система динамического стереотипа закрепляется как условный рефлекс. Беспорядочное же чередование разных советов, рекомендаций разрушает этот динамический стереотип. А это отрицательно сказывается и на состоянии организма. Основной причиной вот этих ритмических процессов это их повторяемость. Биоритм – это равномерное чередование по времени функциональных состояний организма, физиологических деятельностей его клеток, органов, желез. Все биоритмы в человеке как-то тесно взаимосвязаны. Они взаимосвязаны и обусловлены вот этим нашим эволюционным развитием. Разрушать их – это просто вредить самому себе. Поэтому диссинхроноз, диспалац биоритмов в организме человека – это есть беда, чума 21 века. Чтобы настроить биологические часы, нужно вести размеренный образ жизни. Прием же пищи, работа, отдых, сон – все это нужно делать регулярно, по возможности в одно и то же время. И что удивительно, это довольно несложно. Просто нужно ознакомиться с биологическим ритмом, понять процессы протекания их в организме и тогда почувствовать, получить убеждение, что жизнь согласна природным биоритмам и качественнее, и эффективнее. Но самое главное – такая жизнь радостнее. Мы обязательно поработаем с этими убеждениями, поймем, что все ваши оправдания разрушительному ритму вредны и беспочвенно. Для этого не так уж многое нужно изменить в вашей жизни. Старайтесь ложиться спать и вставать всегда в одно и то же время. Небольшие усилия – и вы выработаете динамический стереотип вот этого поведения. И вы увидите, как вы сможете многое успевать, чем при том рваном, беспорядочном ритме жизни. А вообще задам вам вопрос. Не про то, чтобы жить дольше, не про то, чтобы зарабатывать больше, а про то, что жить качественно. Вы хотите жить достойно, качественно, радостно и без болезни? Конечно, ответ подразумевается. Но вы обманываете себя, находите тупые и пустые оправдания, вот какие-то бессмысленные доводы своему рваному ритму. А вот послушайте мои доводы, аргументы, научные исследования и вот практические рекомендации упражнений, каких-то заданий. И я уверен, что если у вас есть голова, а не предмет для головного убора, то вы не только поймете, но и примите это как динамический стереотип следования суточному циклу, биологическому суточному циклу. Подписывайтесь на канал, приобретайте мои рекомендации, обращайтесь по скайпу и давайте жить качественно и радостно, преодолевать лень, воспитывать характер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...